Вы, наверное, думаете, что Навальный у нас будет на первом месте. Нет. Привет, друзья! Это дед Артем из Хижины. Вторая часть, ну, а по сути даже, может быть, первая часть нашей десятки смелых людей России. Места с десятого по шестое у нас уже прошли, теперь первая пятерка. Ну, надо сказать, что все в нашем рейтинге хороши и прекрасны. Почему все-таки я позволил себе такую смелость тоже разбить наших героев на две группы? Я бы сказал так, что в нашей первой пятерке смелость и отвага были проявлены наиболее ярко и имели наиболее драматичные последствия. Скажем так, ну, вы это сами сейчас поймете, потому что на пятом месте у нас Владимир Карамурза-младший. Кстати, надо всегда говорить Карамурза-младший, потому что есть у него еще папа. Володя Карамурза старший, причем сын на папу похож буквально как две капли воды. А с папой мы дружили еще в далекие 70-е, 80-е годы, когда папа был одним из активных участников московского художественно-диссидентского подполья. В частности, имел прямое отношение к знаменитой арт-группе «Мухомор». Ну, ладно, это истории довольно дальние, но я рад, что «Яблочко от яблони» упало недалеко. Прокорам Мурзу-младшего вы и так, я думаю, много чего и читали, и слышали. То есть, он активист, он лоббист, он публицист, журналист. Много чем Карамурза-младший занимается, и радиопередачи ведет, и тексты пишет, и разъезжает по разным странам. Кстати, я бы сказал, что очень важная часть его деятельности – это лоббист. То есть, у него безупречный английский язык, и он довольно много выступает, даже очень много выступает за границей, в том числе и как начальник фонда имени Бориса Немцова. В общем, человек крайне неудобный для путинской власти, за что его уже два раза травили. То есть, два раза его врачи, слава богу, вытащили практически с того света. Но надо сказать, что впрок эти уроки Володе Карамурзе-младшему не пошли, и он продолжает активно заниматься все той же самой подрывной в отношении путинского режима, разумеется, а вообще очень благородной деятельностью. Это наше пятое место. Кстати говоря, последний раз, ну, лично мною, по крайней мере, Володя Карамурзе-младший, был замечен на съезде муниципальных депутатов в Измайлово. Ну, он хоть сам депутатом и не является, но должен был там выступать и, естественно, был повязан. На четвертом месте Роман Доброхотов. Ну, это менее публичная фигура, чем всякие наши благородные активисты. Роман Доброхотов – это главный редактор, ну, я бы сказал, лицо издания под названием «The Insider». Что такое «Инсайдер»? «Инсайдер», как мне представляется, может быть, некоторые главные редактора и обидятся, но я бы сказал, что, как мне кажется, из всех медиапроектов, существующих в сегодняшней России, «Инсайдер» – самое неудобное, самое болезненное, самое ненавистное для власти. То есть у нас есть прекрасная, прекрасная еще там и «Новая газета», и «Эхо Москвы», и «ТВ Дождь» и так далее. Все они, в общем-то, для того, чтобы выжить, проводят политику, ну, не то чтобы и нашим, и вашим. И нашим, и вашим – это политика, скажем, «Эхо Москвы». «Новая газета» и «Дождь» – они только нашим, но, тем не менее, они идут на компромиссы. Они как бы стремятся проводить такую линию, чтобы их не подцепили, не закрыли, не разогнали. «Инсайдер» в этом смысле – издание довольно-таки безоглядное. И именно через «Инсайдер» народ узнал о самых криминальных деяниях Путина и его помощничков. Ну, последнее, естественно, это публикации о дворце Путина в Геленджике. До этого это публикации о ботравлении Алексея Навального, сделанной «Инсайдером» вместе с международными организациями «Беллингетт», «Христо Грозевым», какими-то там еще немецкими, американскими изданиями и так далее. Точно так же у них были знаменитые работы и по поводу деятельности частных военных компаний российских в Сирии и других странах в Центрально-Африканской Республике, скажем. Ну и, естественно, малазийский «Боинг». В общем, все вот эти вот сенсационные, крайне болезненные для российской власти расследования, они шли через издание «Инсайдер». При этом Роман Доброходов, такой молодой парень, такой подтянутый, вот, он живет в России, ездит из России за границу и обратно. Как его до сих пор не повинтили, честно говоря, не знаю, хотя пугают. То есть на границе его останавливают, забирали уже у него паспорт и прочее, и прочее. Тем не менее, парень держится, и политика его издания никак не меняется. В общем, молодцы. «Инсайдер» вызывает у меня несомненное восхищение, и в первую очередь именно своей смелостью. Хотя и своим профессионализмом, пожалуй, тоже. Четвертое место. На третьем месте еще один фигурант ФСБшных отравлений. На этот раз речь идет о Петре Верзилове. Ну, надо сказать, что к Пете у меня отношение такое, я бы даже сказал, несколько сентиментальное, по той простой причине, что он чем-то напоминает мне самого себя в молодости. То есть даже внешне есть какое-то легкое сходство, а главное, Петя очень веселый парень и настоящий авантюрист. И так же, как у меня, его главные драйверы – это секс, рок-н-ролл и политика. Ну, у меня на первом месте был рок-н-ролл, у Пети на первом месте, конечно же, политика и всякие медиапроекты. Секс всегда выступает таким постоянным фоном и строить и жить помогает. И Петю, как вы знаете, можно уличить в огромном количестве самых разных веселых занятий. То есть сейчас у него медиазона, плюс, разумеется, где-то там под сурдинкой еще звучит группа Пусси Райт, плюс всякий политический активизм, расследование, да еще и акционизм в том числе. То есть я не помню, по-моему, последней акцией, в которой Петя участвовал, была акция с полицейским на стадионе во время чемпионата мира по футболу. Может быть, он и после этого еще что-то делал, я, честно говоря, не в курсе. Петю Верзилова, разумеется, как я уже сказал, тоже травили, едей нужды и тоже вытащили его с большим трудом с того света, в той же, между прочим, клинике Шерете, но, в общем, это воспитательного эффекта, к счастью, не имело. Верзилов до некоторой степени остепенился, конечно, и таким чистым хулиганством уже больше не занимается, остепенился, но не успокоился. К счастью, я уверен, что много еще всего интересного нам предъявит. Я бы очень хотел, чтобы в России было больше таких людей, как Петр Верзилов. Веселых, смелых, бесшабашных и, главное, у которых сердце находится с правильной стороны и стучит в правильном, бодром темпе. Петя Верзилов, третье место в рейтинге смелых людей России. Второе место. Ну, на втором месте? Вы, наверное, думаете, что Навальный у нас будет на первом месте. Нет. Алексей, Навальный у нас на втором месте. В рейтинге про Навального, как там, как про любовь. Про любовь не говори, о ней все сказано. В общем-то, очень много всего про Навального сказано. Знаете, вы прекрасно, что за человек Алексей Анатольевич и почему его можно считать невероятно отважным, бескомпромиссным и убежденным человеком. Наверное, самый смелый его поступок – это то, что он в полном сознании и трезвом уме и здравом рассудке положил свое голову, да и все тело, в пасть гидры этого дракона под названием путинское государство. Он вернулся из-за границы аккурат для того, чтобы тут же быть повязанным и отправленным после решения, естественно, неправедного суда в Тюрягу, где сейчас и находится. Кстати, в свободу Алексею Навальному. Это было смело, это было романтично, это было, может быть, не особо прагматично, но это был прекрасный поступок, который наверняка войдет в историю не только России, но, подозреваю, что и в мировую историю. И, чтобы не тратить лишних слов, на этом я и остановлюсь. Свободу Алексею. Это наше второе место. По поводу первого места, наверное, вы сейчас гадаете. Если не Навальный, то кто? В общем-то, есть такой человек, и зовут этого человека Елена Милашина. Елена Милашина – это профессиональная журналистка, сотрудник «Новой газеты». Елена Милашина вела в «Новой газете» несколько тем. Она занималась, ну, вообще она работает там с конца 90-х годов, профессиональный журналист, занималась в «Новой газете» Курском. Потом она долго-долго вела еще одну крайне неприятную, кровавую, жуткую тему, а именно «Беслан». Последние 5-6 лет она занимается Чечней. Ну и, разумеется, последняя публикация Елены Милашиной, по поводу которой сейчас идет жуткий хай и шум, и встала против нее вся чеченская, это, головорезная команда во главе с Рамзаном Кадыровым. Это ее публикация о секретных тюрьмах в Чечне, о пытках в этих тюрьмах и об убийствах, убийствах десятков людей без суда и следствия в этих самых чеченских кадыровских тюрьмах. Почему я поставил Елену Милашину на первое место? Ну, я вообще от сексизма максимально далек, и вы могли заметить, у нас тут были девушки в топ-тене смелейших людей, там, Юлия Галямина и Любовь Соболи. Я никогда не говорил, вот, обратите внимание, и она еще к тому же и женщина. Это нормально. Если вы посмотрите на то, что происходит в Беларуси, скажем, там вообще почти все, почти все главные акторы белорусской народной революции – это женщины. Это нормально. В общем-то, по половому признаку я смелых людей не делю. Но одно дело быть женщиной в цивилизованной Европе или, ну, хотя бы полуцивилизованной России, другое дело быть женщиной на Кавказе, тем более в Чечне. Елена Милашина, она регулярно ездила, может быть, еще будет ездить в Чечню, где, в общем, ей и угрожали, и хватали ее, и прижимали ее, и, в общем, чего только не делали. Вы все, конечно, слышали про Анну Политковскую, которую убили чеченские наемные убийцы. Возможно, вы слышали про Наталью Эстемирову, чеченскую правозащитницу, которую тоже в Чечне же похитили и убили. Вот что происходит со смелыми женщинами в этом регионе. Елена Милашина, слава богу, в порядке, и она, конечно, невероятно, невероятно смелый человек, вызывает у меня просто не то что восхищение, я бы сказал, преклонение. Вот это вот потрясающая просто отвага. И Елене Милашиной, конечно же, и я, и мы все дружно хором желаем, береги себя, будь здорова, и чтобы все было в порядке. Ну и, разумеется, удачи вашей благороднейшей расследовательской работе. Елена Милашина, новая газета, журналист-расследователь, самый отважный, по моей версии, самый смелый человек России. Это был дед Артем из Хижины. Вы смотрите АРУ-ТВ Мы заботимся о вас, мы думаем о вас, мы думаем о том, чтобы если вдруг злые силы, а злые силы, в общем-то, не дремлют, так вот, если эти злые силы вдруг отключат интернет, у вас останется телеграм-канал АРУ-ТВ. Раньше не было у нас такого чуда, как телеграм-канал. Но мы решили воспользоваться опытом знаменитых телеграм-каналов из Беларуси, например, НЕХТА и так далее, которые, можно сказать, всю страну подняли на дыбы, и решили мы завести свой собственный телеграм-канал. Там будут все наши сюжеты, там будут актуальные оповещения о том, что происходит, какие новинки и прочее, и прочее. Более того, там будет даже какой-то так называемый уникальный контент, которого вы на обычном АРУ-ТВ не увидите. Для того, чтобы отовариться всей этой прорвой всего хорошего и интересного, вам нужно просто-напросто взять и подписаться на телеграм-канал. Как это делается, вы узнаете из описания, прямо под этим самым роликом. Буду очень рад. Деда Артем, АРУ-ТВ, про хижину тоже не забывайте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями.